Привет, как дела? Сегодня поговорим о том, как Меган Маркл может назвать свою дочку, рождение которой ожидается в конце весны, в начале лета. Когда я смотрела похороны принца Филиппа и увидев то, что Peacemaker, как назвали Кейт Миддлтон, британские СМИ, попыталась наладить отношения между двумя братьями, принцем Вильямом и принцем Гарри, и потом отошла в сторону, чтобы они уже между собой сами там пообщались и поговорили. И тут я подумала, они же вместе должны будут открывать памятник своей матери, принцессе Диане, в Кейтингтонских садах 1 июля в честь ее 60-летнего юбилея со дня рождения. Но напряжение между ними было такое, что поговаривали, возможно, принц Гарри не приедет на открытие памятника своей матери. И вот тут я подумала, Меган Маркл скоро должна родить 60-летний юбилей принцессы Дианы. Как бы все это вместе совместив, я подумала, наверняка они назовут новорожденную Дианой. И я вспомнила, как я ждала рождения Шарлотты. Естественно, я очень расстроилась, что она не была названа Дианой, но тут уж по королевским законам, протоколам, первое имя новорожденной принцессы должно нести в себе королевские корни. Поэтому ее назвали Шарлоттой, Элизабет, Диана, то есть в королевском имени всегда существует три имени. Элизабет и Диана, понятно в кого. А Шарлотт, Шарлотта, как оказалось, было несколько королев под таким именем. И помимо этого, оказывается, Шарлотт это женская производная от мужского имени Чарльз. То есть в имени принцессы Шарлотты содержится имя бабушки и дедушки, а также прабабушки королевы Елизабеты II. Вот, ну, Шарлотта, так Шарлотта, тоже очень хорошая, красивая и забавная девчонка, и уже не важно, как ее зовут. И я думаю, все-таки, так как Мегам Маркл все еще пытается затмить Кейт Миндлтон, и ей теперь королевские законы и протоколы не писаны, она попробует отскакать ее хотя бы в имени своей дочери, назвав ее в честь принцессы Дианы. Ну и тем более принц Гарри очень любил свою мать, и я думаю, что ему бы было это за счастье, назвать дочь именем Леди Дианы. Ну, а сегодня я расскажу о том, какие мероприятия проходят в память принцессы Дианы в Лондоне. Это 1 июля, день, когда она родилась в 61 году, и 31 августа, когда она погибла в Париже в 1997 году. В эти два дня лондонцы и вообще люди со всей Великобритании приезжают к Кенсингтонскому дворцу, несут море цветов, развешивают различные постеры, шарики, флажки, все что угодно. И просто вот так вот они чтят память принцессы Дианы. Ну и, конечно же, два принца каждый раз, каждый год преподносят какой-то подарок к этим воротам. Обычно это шарик в виде сердца, где написано «В память о матери» или «Мы помним тебя, мама» и подпись «Два брата». Это событие я снимала, по-моему, с 2015 или 2016 года. И однажды в 2017 году на 20-летний юбилей со дня ее гибели дизайнеры Кенсингтонского дворца в саду, где обычно прогуливалась принцесса Диана с детьми после развода с принцем Чарльзом, устроили белый сад, который посетили принц Вильям, принц Гарри и Кейт Миддлтон. Именно в тот момент меня кто-то из моих пресс-агентств туда направил, чтобы я попыталась что-то снять, и это у меня получилось. КОНЕЦ Принцесс Кейт К movie Кو reasons Несмотря на то, что был дождь, и я ждала там 2 или 3 часа, было очень интересно посмотреть, как сыновья принцессы Уэльской и жена принца Вильяма Кейт Миннолтон прогуливались по саду и слушали рассказы дизайнеров, какие цветы с чем связаны и так далее. Этот сад был создан всего лишь на один сезон. Именно в честь 20-летнего юбилея со дня смерти принцессы Дианы и являлся живым памятником, напоминанием о принцессе Уэльской. В общей сложности с садовниками было высажено в Белом саду 12 тысяч луковиц, тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, 3,5 тысячи кустиков белых незабудок и тысячи цветков особой душистой примулы. Все растения были подобраны не случайно. С каждым из этих цветков есть своя особая связь с памятью Дианы Спенсер. Белые незабудки, к примеру, будущее принцессы любила еще в детстве. Теперь же они украшают периметр искусственного водоема посреди белого сада. На посадку лилии и некоторых других цветов создателей сада вдохновил канонический образ принцессы Дианы в белом расшитом жемчугом платье дизайнера Кэтрин Уолкер. Особое место в саду играют белоснежные тюльпаны Диана, выведенные специально в ее честь. В саду также высажено свыше 100 различных видов кустарников роз, а его непрерывное цветение поддерживалось садовниками в течение всего сезона посадкой все новых видов цветов. И как видно из названия сада, в основном это были белые цветы, разбавленные вспышками пастельных красок. После посещения белого сада два принца, два сына вышли к воротам Кенсингтонского дворца, чтобы почитать постеры, которые оставили люди, открытки и возложить цветы. Вот так вдвоем мы и ожидаем увидеть их 1 июля этого года на открытии памятника принцессе Уэльской. Ну а Кейт тогда не пошла к воротам, во-первых, потому что это должны были быть два брата, а во-вторых, моросил мелкий дождик, было холодно, а она уже на тот момент была беременна принцем Луи. Но мы об этом еще тогда не знали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну а сад был, конечно же, шикарный. Я потом погуляла по нему и водила туда всех своих друзей. Мама приезжала ко мне, мы туда тоже ходили, пофотографировались. И даже я предложила там снять часть нашего короткометражного фильма, который на тот момент мы снимали с моими друзьями. О съемках этого фильма я тоже буду когда-нибудь рассказывать, пока просто показываю некие кадры, которые мы снимали именно в этом саду. Так что вот так, если в эти две даты 1 июля 31 августа вы будете в качестве туриста или просто прохожего находиться в Кенсингтонских садах, обязательно загляните к золотым воротам Кенсингтонского дворца. Там будет создан живой памятный мемориал в честь принцессы Дианы. Ну а потом, скорее всего, после открытия памятника, весь этот мемориал будет перемещен туда, к этому памятнику. Каким он будет, увидим уже в июле. Пока на это все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok